Для тех, кто не был в прошлый раз, наверное, может быть, сегодня будет немножко скучно, но будет немножко технично. Будем рассказывать, я буду рассказывать еще раз про XBRL. Традиционно, приз правильно ответившим, хороший вечер. Американская отрасль? Ну, как бы, написано американская, но на самом деле он с вами не в Америке, но Budweiser, сам Bud, сам Bud. Я, наверное, сейчас поставлю очередной рекорд в этом деф-клубе. Четвертый раз подряд вы меня здесь наблюдаете. Надеюсь, еще не настолько сильно отдаем, насколько он... Почти как Афшарен? Почти как Афшарен, да. Афшарен, да, четыре гола. Он в одном матче, а я вот каждый раз всего по одному докладу. Вечером стараюсь справиться. Итак, поехали. Технический обзор, что такое XBRL. Еще раз, кто помнит, что такое XBRL, те, кто был в прошлый раз? Женя помнит, Марат помнит, еще кто помнит? Да. Что такое XBRL? Это настройка на XMO, которая позволяет делать бизнес-отчеты. Как расшифровывать? XMO, бизнес. Да. Это не за пиво еще, не за пиво. Это еще не за пиво, можете расслабиться. Да, Extensible Business Reporting Line. То есть язык для описания бизнес-репортов. Итак, у нас сегодня три топика. Что такое XBRL-таксономия? Как выглядят документы, созданные в XBRL? И почему же все-таки XBRL, а не XML? Так, поехали. У нас сначала есть отчет. Стандартно, о чем мы говорим. Человек привык видеть какие-то структурированные отчеты. Если человеку предоставить отчет в каком-то XML формате, ему будет немножко не с руки это все понятно. Соответственно, для машины тоже нужен какой-то считаемый вариант. Потому что если машине дать вот так вот ПДФ, она ничего не поймет. Должен быть какой-то компромисс между машинным вариантом и человеческим. Для этого был придуман такой стандарт, как XBRL. 12 лет назад всего. Итак, с чего все считается? Сначала мы должны придумать концепт. То есть, что именно за финансовый отчет у нас есть, каким именно финансовым отчетом мы занимаемся, какие данные мы хотим видеть. Соответственно, сразу же мы подразумеваем, какие у нас основные атрибуты есть в этом финансовом отчете и взаимосвязи. Это все представляет собой метод от репозиторий, то есть там, где основные данные об этом отчете хранятся. Итак, с точки зрения диаграммы это выглядит вот так. У нас сначала есть концепт, есть элементы, и элементы составляют основные атрибуты и взаимосвязи между этими атрибутами. С точки зрения предыдущего финансового отчета у нас есть, допустим, мы хотим кэш-экваленс, то есть поток наличности. У нас есть такой XBRL-элемент и, соответственно, в этот XBRL-элемент в конечном счете берет какую-то цифру, которую мы вводим и получаем какую-то информацию в данном отчете. С точки зрения кода, в прошлый раз, конечно, такой доклад не очень технический. У нас, да, есть XSD. Кто помнит, что такое XSD? Информация XSD. Женя помнит, что Женя помнит такое XSD. Эксомольная схема деферешин. Я получил привод? Подожди, еще рано. Но я тебя запомнил. Итак, основные атрибуты, которые есть, в XBRL. О чем вы говорили? Есть лейбл. Например, Goodwill. На разном языке, пожалуйста. Есть нейм. Так называемое так. Так, как правило, на английском языке, чтобы люди, которые составляют аксономию, могли друг друга понять. Ну, как я в основном. Используется. И она автоматически прочитывает definition. То есть, ну, как бы, данное определение этого поля. Поехали дальше. Соответственно, лейбл. Есть reference. О чем мы говорим? Есть presentation. В каком иерархическом порядке что находится. Есть definition. Которые рассказывают, как элементы относятся друг к другу. Есть dimension. Dimension такая интересная вещь. Допустим, у вас есть ежемесячные отсчеты. И на основе этих ежемесячных отсчетов автоматически генерируется годовой отсчет или квартальный. Есть возможность предоставлять отчеты в кубическом варианте. То есть, когда один раз делаешь ежемесячный отсчет и говоришь, как на основе этих ежемесячных отсчетов формируются все остальные отсчеты. Соответственность calculation и formula. Формула в данном случае, какое-то такое бизнес-правило уже. Такое более сложное. Если это поле такое-то, то там, соответственно, посчитать такты и такты. Как правило, простые математические операции. Плюс-минус неподразумевающие какие-то более сложные конструкции. Кирилл, извините. Ты прошлый раз говорил, что таксомои являются какими-то организациями, министерством, чего-то там и так далее. Эти все элементы это тоже часть того, что привела какая-то организация? Или они стандарты для организации? Нет, все элементы являются, как бы они все в номенклатуре находятся в стандарте XBRL. И в принципе есть два уровня таксономии, о чем говорили. Есть внутренняя финансовая отчетность больших корпораций, которые для себя разрабатывают таксономии. Например, в данном случае все эти примеры были на основе Adobe. То есть внутри Adobe тоже у них все отделы подают эти на основе XBRL, внутренние отчетности. И потом все эти внутренние отчетности попадают в большой документ, который уже получает финансовый институт государства, где подается эта отчетность. То есть внутри предприятия ты можешь сам варьировать, как ты хочешь, какие у тебя там лейблы и так далее, и так далее. Как правило, в 100% случаев ты не можешь сам определять, какой именно таксономии ты подаешь в государство, потому что в данном случае они являются policy owner. То есть люди, которые предоставляют отчетные основные. Есть, соответственно, еще reference. Reference будет так, допустим, кто, когда и так далее. И definition, то есть определение. Опять же, с точки зрения кода кто-то очень хотел. Вот у нас здесь presentation, соответственно, как они считают с точки зрения кода, в принципе, по большому счету XML. У нас есть документ. Какой у него контекст? Соответственно, есть факты. Факты – это цифра. Факты попадают в нашу таксономию, которую мы даем им написать. Есть у нас контекст. На какую дату данный отчет актуальен. Соответственно, есть ссылка на таксономию. На основе какого XML это все дело построено. То есть это главное понятие, которое мы обычно оперируем. Отношение к таксономии. Итак, факты, они все имеют какое-то отношение к конкретной таксономии. Нельзя так сделать, что, допустим, я решаю, что именно эти данные пойдут, допустим, в финансовую инспекцию. То есть какие цифры пойдут – это да, мне решать. Ну, на основе моих финансовых показателей. Какие типы полей, их размер, допустим, способы валидации и так далее, и так далее, определяет таксономию полную. И все эти поля впоследствии валидируются. То, о чем мы говорили в прошлый раз, когда у тебя один человек, то есть у тебя human interaction всегда идет, когда человек всегда просматривает таксономию каким-то ручным способом, до этого все финансовые отчетности, которые подавились, не было какого-то электронного формата. То в данном случае в течение 1-2 минут, если полностью составлены правила валидации финансового бизнеса отчета, то через 2 минуты и любое предприятие узнает, правильно она подала финансовый отчет с точки зрения политики государства или неправильно. Правильно заполнены поля, неправильно. То есть это у нас выглядит так. Мы берем факты, вставляем наш документ, и у нас получается такой финансовый отчет. Соответственно у нас получается вот такой вот уже заполненный код, который очень опять же напоминает XMO. С точки зрения таксона и омора, это выглядит так. У нас есть такой клабуш очень красивый, и он вот эти вот инстас документы все один за другим поедает. Для чего это в принципе нужно? Для того, чтобы ты имел всегда адекватную информацию о том, какая финансовая ситуация происходит сейчас в каком рынке. Потому что на основе этих документов, они все как правило попадают в Oracle, XML, Database, и на основе их уже строится финансовый репортер. На уровне предприятий, отрасли, государства, года, периода и так далее. То есть мы сейчас постоянно говорим о том, что нужно в каких-то отраслях врезать бюджет, где-то кому-то денег не давать. В принципе, это один из способов очень быстро анализировать текущую ситуацию на рынке. Мы постоянно получаем финансовые отчеты из разных инспекций, и постоянно получаем текущий репортинг, что происходит на рынке. Итак, у нас есть какая-то таксомия, например, основанная на US Cup. У нас есть таги, она так приспоставляется. У нас, соответственно, есть value, которую мы хотим туда вставить. Так? Да не совсем так. Почему все-таки таксономия всегда сложнее, чем обычный XML элемент? У нас есть так называемая UPC конструкция. Во-первых, нам всегда нужно знать, в каких измерениях какая цифра представлена. Например, USD, EUR, акции, EPS и так далее. У нас есть всегда какой-то точность. Есть всегда определенная точность. Допустим, некоторые цифры нужно подавать с определенной точностью. Некоторые до центов, некоторые стоимости акций, тысячных центов, обороты до крона. У нас есть всегда период, у нас есть всегда entity, кто непосредственно подает, в каком сегменте, какие сценарии обработки. Всегда есть footnotes, то есть ссылки, которые не относятся непосредственно к таксономии. Как это все как бы в одном элементе объединить? Итак, у нас есть факты. Индивидуальные есть группы фактов. Я говорю, для чего был создан в свое время XBRL, была создана технология такая, чтобы объединять определенные факты. Допустим, у нас есть tuples, это группы фактов, которые считаются автоматически. Опять же, те, кто будет в прошлый раз, помнят. У меня, допустим, есть сумма потоков наличности, которая там, сумма потоков наличности из кассы, сумма наличности на дебетные переводы и так далее, она считается автоматически. То есть вот таким способом мы можем автоматически определять группу фактов. Более того, мы можем сразу же понять, какую цифру от нас хотят получить. Какую хотят получить, с какой-то точностью от нас хотят получить цифру в принципе. или от нас хотят, чтобы просто что-нибудь ввели. У нас всегда есть ссылка на контекст. И так далее. И вот как раз это, что я говорил, что есть группы фактов, которые, допустим, группируются с точки зрения кода. Криво, у тебя на одном из скриншотов до этого был не space, XML, а блок что-то там. Да. А здесь это уже и ФРС, и ГПС. Что при этом есть? Да, как бы, и ФРС, та самая организация, которая, как правило, разрабатывает основные стандарты финансовых отчетностей. Ну, как бы общие штуки были, чтобы все-таки очень многие организации или государства, они предоставляют отчетности международного валютного фонда или так далее, и все-таки должны быть какие-то общие цифры. И даже частные компании иногда используют эти стандарты и ФРС для того, чтобы разработать свои такие более общие финансовые отчетности. И в конечном счете они все равно вот эти вот внутренние финансовые отчеты, они консолидируют финансовые отчеты, которые выходят за пределы организации. Поэтому, как бы, имеет смысл сразу же применять. И вот, я говорю, что в конечном счете у нас, допустим, вот эта цифра, сумма вот этих вот цифр, или там еще и другие цифры, там сумма других цифр. Потому что мы всегда можем группировать так, как нам нужно. Что-то этот слайд я поставил пропустить, а он почему-то показал. Итак, у нас есть три вопроса, и как раз сейчас разрабатываются... Там были ответы явные. Нет, там были более технические вопросы, потому что это слишком сложно для вас. Отвечая с поднятой рукой, за что-то идет только ответ с поднятой рукой. Ты первый поднял, правильно полностью ответил, и вот молодец. Итак, первый вопрос. Что такое таксономия? Вопрос, на который я уже отвечал. Понятая рука будет первым колом. Что такое таксономия XBRL? Давайте попробуем. Ну давай попробуем. По большому счету это схема, то есть описание допустимых тегов для данного XBRL-документа. Схема там и так далее. Это может и сразу же на второй ответ. Почему люди работают так вот тяжело, чтобы в принципе составить данные документы? В чем боль там? Да у меня была рассинхронизация, что у каждой фирмы свой формат. Каждая фирма подает в каком-то там своем формате, и они потом не соответствуют. Но это то, что ты говорил в прошлый раз. Для чего это вообще все нужно, в принципе? Хорошо. Пиво заработал. Есть ли? Вопрос совсем простой. Кто хочет реально американское пиво, сваренное не знаю где, Верно, написано, что на Америке. Может быть и где-нибудь у нас здесь. Что значат вот эти вещи? Можно? Я очень хочу. Ты уже пиво заработал. Тебе два много. Ну это то, о чем ты говорил в прошлый раз. Кто-нибудь еще знает, что такое Ниллобал и изнынки? Все знают, просто все стесняются, я понимаю. Правильно работают? Ниллобал или молотал? Типа у молотал. Да, есть что-то. Ниллобал, это значит, может принимать значение отсутствует. То есть Ниллобал, отсутствует. То есть Ниллобал отсутствует. И так, почему XML не подходит для данного случая? Все знают, что XML, в принципе, то, что XBRU, он основан на XML, но он с более богатой структурой. Посмотрим конкретно. Вот, допустим, обычный XML. XML у нас просто показывает контент в данном случае. Он не показывает связи между полями. Более того, в чем проблема, что XML не предусматривает валидацию на уровне бизнес-правил. То есть ты можешь составить XML как угодно, записать какие угодно данные и так далее. Но, в принципе, с точки зрения файла, с точки зрения какой-то там валидации, тебе всегда нужно писать какую-нибудь там custom validation на каком-нибудь языке. Для каждой пистономии XBRU позволяет составлять таксономии, составлять правила взаимодействия между полями, как говорится, на лету. То есть ты можешь на лету сказать, что это поле относится к этому полю, это относится, считается так-то и так-то, и, в принципе, все таксономии, которые будут говорить, что мы выполняем, то есть все данные, которые были основаны на данной таксономии, и будет автоматически проходить валидацию, которую ты придумал. Тебе не нужно каждый раз писать код для этого. То, о чем мы, опять же, говорили в прошлый раз, что в мире тратится огромное количество денег войти на синхронизацию данных между собой. И XBRU позволяет, в принципе, брать один и тот же документ и отображать тех форматов, в которых ты видишь. Кто-то хочет видеть графики, кто-то хочет видеть таблички, кто-то хочет видеть эти таблички, которые представляют определенным образом и так далее. Чего не позволяет XBRU во время XML, опять же, группировки, допустим. У меня в одном репорте, у меня одни и те же данные, но на них наложен репорт, который объединяет эти два поля, и есть, соответственно, отдельный рапорт, который разъединяет эти два поля. И автоматически, если сказано, что с точки зрения таксономии это поля, это сумма, этого и этого, то он сразу же и посчитает. То есть для этого ничего никогда дополнительно написать не нужно. В данном случае вот этот Computers Antiquipment это самый труп, который объединяет группу других полей. Соответственно, я могу их вынести из Computers, а на самом деле у Computers в нем еще есть какие-то дополнительные подполя. Среди них отдельный сервис, среди них десктопы. То есть я могу отдельно эту сумму посчитать и высчитать их соответственно разницу, что опять же, XML не позволяет. То, о чем я только что говорил, что на основе XML невозможно предоставить какие-то business validation, семантические проверки и так далее. То есть правильно ли это поле введено с точки зрения финансового отчета, введено ли там валют, введено ли там правильное стринговое значение. Подождите, Кирилл, все-таки схема позволяет тебе делать валидацию? Схема тебе позволяет валидацию с точки зрения того, что только value type ввести. Допустим, это number или stream. Это вся валидация, которая у тебя есть. У тебя нет валидации на точность, у тебя нет валидации на тип валюты и так далее, и так далее. То есть вот такие намного более сложные валидации, которые нужны, как правило, какими дополнительными атрибутами. Но это софт должен делать. Это все делают автоматически софтом, да. То есть processing engine автоматически валидирует и так далее, и так далее. Ну и опять же, если мы будем говорить с точки зрения отчета, кому-то нравится сверху, кому-то нравится снизу, отчеты они все делаются опять же с точки зрения мышки. То есть ты просто с мышкой распределяешь, где какие поля должны быть, как они суммируются, сверху, внизу и так далее. То, к чему мы пришли, я даже уложился в 20 минут, пришли мы к тому, что XML все-таки простой язык для передачи информации. XBL как раз таки позволяет предоставить нужный контекст и связи в этом контексте. Соотношение полей, о чем мы говорили, отдельно предоставить такие лейблы на разных языках, предоставить какие-то calculation, давать всякие validation, формулы и так далее, и так далее. В принципе, вся технология не требует никакого обучения с точки зрения человека, который создает данные таксономии. В принципе, единственное обучение, которое требуют люди, это то, чтобы они, в принципе, глупости не написали. Кирилл, а движки вообще есть, которые... Ну, движки, вот там, у Матрикс как раз фирма, которая занимается этими движками, основная, есть всякие... А бесплатно есть? А у Матрикс есть бесплатный вариант. А разница какая? Да, у Матрикс как разница? Поддерживаем технологии, по-моему, open source 2.0, XBL поддерживает так и самое, и опять же мощность, то есть платные варианты, как раз таки, для больших финансовых расчетностей, и для масштаба государств. Вопросы? Так очень нет. Да, я помню в прошлый раз, что Эстония собирается внедрить себе эксдастный уровень XBLF. С точки зрения программиста, что им придется сделать? Какой-то процессинг-энжин уже есть готовый. Процессинг-энжин находится на стороне policy owner. То есть, соответственно, человеку, с точки зрения программиста, нужно только получить таксономию. Здесь есть два варианта. Если у тебя не очень большая фирма и не очень большой финансовый отчет, то, соответственно, наверняка ты будешь подавать свои финансовые фирмы через ВЭП. Второй вариант – это, допустим, ты берешь финансовую отчетность, и тут два, соответственно, варианта. Первый – у тебя есть GUI специально, который читает таксономию и строит из них форум сама. И второй вариант – это более простой. Эксель может принимать финансовые отчеты, xsd-формы и так далее. На основе xsd-формы сам строить как бы уже импуты. То есть, фактически, опять же, если у тебя небольшая фирма, у тебя данные не потоком идут каким-то, которые должны консолидироваться автоматически, а ты все-таки вручную вводишь, ты берешь таксономию и открываешь ее в Экселе, в Экселе вводишь, и этот же Эксель субмитришь потом, соответственно, на Максу Атолия Мет. И вот еще раз упомяну, что какие-то ERP поддерживают уже xsd-формы? Да. Какие они были? Я помню. SAP поддерживал, Microsoft Dynamics поддерживал, соответственно, вот эти вот всякие трансформации в Oracle, в продуктах было во многих. Чтобы я сразу понял, я знаю, что Атолова пустила новый свой xml-spy, в котором можно составлять таксономию и пробовать их. И что-то там еще. Там был такой кармальный набор. То есть, грубо говоря, товарищи, которые используют эти системы, глава базы не болит? Нет. То есть, никаких проблем в этом плане. Софта достаточно, в том числе и бесплатно. Кто там договорил? Я не знаю. Я не знаю. Еще вопрос? Так, а я так понял, что это будет что-то типа обязательно для всех фильмов? Ну, пока предполагается так, что да, что обязательно все фильмы будут заполнять уже в элитарном формате. То есть, как это точно будет через веб, где самая xml-канимпуляция большая, или они будут xsd, это уже какой-то вопрос более технический. А как остались решения по тендеру? Ну, решения по тендеру есть. Вообще, с 1 января следующего года. Должно быть уже лайвами. Все фильмы держат? Ну, по идее, да. То есть, ну, время покажут, но вообще с 1 января. Вы это с конкурсом? Да. О конкурс? Как он сказал, он не знает еще. Я не знаю. Не Кирилл это конкурс. Не я лично. Еще какие-то вопросы? Давай-ка поблагодарим. Посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ